здравствуйте меня зовут ольга зазулинская это канал страна для жизни и наша рубрика письма героям в наших коротких выпусках мы каждый раз рассказываем вам о смелых талантливых людях которые в настоящий момент лишены свободы за свое право на выбор и жить свободной стране в данный момент правозащитному сообществу известны имена 1734 человек из них 193 женщины и 7 несовершеннолетних какова же реальная цифра людей пострадавших от режима и находящихся в местах несвободы по свидетельствам тех кто освобождается из колонии и сизо можно предположить что как минимум в два два с половиной раза больше несовершеннолетние политзаключенные сейчас их семеро это не просто люди кто пострадал за свою гражданскую позицию это дети у которых отобрали право на свободу сегодня мы хотим рассказать историю одного из этих ребят сергей гацкевич спортсмен на момент задержания учащийся 11 класса общеобразовательной школы сергей родился в городе бресте учился в спортивном классе занимался активической греблей общительный веселый как и все ребята в его возрасте очень любит животных и мечтает стать кинологом единственный ребенок семье сергей строил планы хотел окончить школу и пойти учиться дальше но август 2020 изменил жизнь подростка как и жизнь многих жителей нашей страны парень рассказывал в ходе судебных заседаний что в тот день оказался в гуще событий случайно движение в центре города было перекрыто было сложно передвигаться поскольку интернет был отключен то далеко не все понимали что именно происходит по отношению к безоружным мирным гражданам стали применять светошумовые гранаты и жесткие разгоны люди вынуждены были защищаться от агрессии со стороны сотрудников силовых структур по свидетельствам врачей брестской городской больницы за сутки за помощью обратились около ста человек из них 29 человек были госпитализированы 12 поступили с огнестрельными ранениями одного человека убили однако так называемом суде звучало совершенно другое потерпевшими были признаны те кто стрелял и избивал они те кто потерпел от таких действий несмотря на всю абсурдность и сфабрикованное дело сергею гацкевичу присудили три года воспитательной колонии уже в заключении он встретил свое совершеннолетие и осваивает профессию но это три года жизни жизни которую у него отнял преступный режим за эти годы его одноклассники закончили школу поступили в университеты и проживают эмоции первой любви все то что присуще этому прекрасному юному возрасту в такие моменты нам хочется попросить белорусов поддержать политзаключенного письмами если у вас есть аудитория в социальных сетях то мы приглашаем вас взять сергея под опеку и включиться в компанию информационной поддержки по куль усе не будут вольны а можно стать участником программы солидарности друг семьи от фонда страна для жизни и помогать близким ему людям напрямую даже самое маленькое участие всегда лучше не участие и безразличие мы есть друг у друга и на протяжении уже трех лет мы подставляем плечо в самых сложных ситуациях тем кому это очень необходимо спасибо 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 всем кто продолжает действовать кто находит в себе ресурсы и возможности для огромного движения солидарности белорусов пишите письма политзаключенным не забывайте наших героев живи беларусь